Здравствуйте, Игорь Иванович. Здравствуйте. Начинаем нашу онлайн конференцию. Первый вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, для охоты обязательно быть членом вашей организации или можно получить какое-то одноразовое разрешение? Для того, чтобы охотиться на территорию Республики Беларусь, необходимо иметь государственное удостоверение на право охоты. Оно выдается на 10 лет. Для того, чтобы его получить, надо сдать экзамен. Вступлением в силу новых правил необходимо проходить обучение этим правилам. Но членство Беларуського общества охотника Рублова, оно добровольно. Не обязательно, но пройти обучение? Пройти обучение. Там и правила охоты, и техника безопасности, и биология зверей и птиц, и другие вопросы, и сдать экзамен. А где проходить обучение? Обучение и мы проводим, и Белгос Охота проводит. В зависимости от цены, вопроса, приглашаем всех на обучение. Но обязательно условия пройти, а дочке? Да. Это с вступлением силу новых правил. Раньше этого не было. С 14-го года всего? Надо было пройти. Человека принимали кандидаты. Он практическим навыком учился непосредственно, участвовал во всех мероприятиях, которые проходят в коллективе в охотничьем хозяйстве. И это было правильно. По нашему мнению, мы считаем, что это надо вернуться к старым добрым временам. Сидя за столом, особенно в Минске, за компьютером, невозможно в чему научиться и постирать все, что происходит в охотничьем хозяйстве. Надо иметь. Все понятно. Второй вопрос. Валерия. Мой отец был членом БОР и всегда платил взносы. В этом году проблемы со здоровьем. Он не внес членский взнос, а также у него не получится ходить на охоту. Скажите, ему необходимо выплачивать какой-то штраф или он просто исключается? И не исключается, и штраф платить не надо. Он остается членом общества, но не уплатив взносы, просто не пользуется определенными ротами при охоте или рыбалке наших охотничьих. Но уже как только здоровье придет в норму, он сможет оплатить взнос. Будем рады его видеть. И снова сможет заниматься своим любимым делом. Мы ведем учет, у кого имеется членский билет, кто был, и по оплатившим членам, оплатившим взнос. Мы такой двойной учет ведем. Все понятно. И это отмечается в билете? Да. Я рыболов-любитель, однако интересуюсь рыболовным спортом. Скажите, у вас проводятся какие-нибудь тренировки, чтобы мне из любителей стать профессиональным спортсменом? Максим хочет. Очень. Мы можем организовать тренировки. На тренировки проводят спортсмены на разных соревнованиях республиканского уровня. Там, конечно, никто не проводит, там соревнуется. А на местных или... Может, мастер-классы. Мастер-классы проводят, проводят различные клубы. Мы можем ему подсказать. Максим, набирайте. Набирайте. На нашем телефоне? Есть ли у него госодостоверение на право охоты? Вряд ли. Они просто хотели бы съездить на охоту. По правилам, для того, чтобы охотиться на территории Республики Беларусь, необходимо иметь государственное удостоверение на право охоты и иметь оружие. Оружие выдается на основании государственного удостоверения. Выдается сначала разрешение на приобретение оружия. Там определенная процедура. Должен соответствовать помещению. Сейф быть. Человек потом приобретает оружие, получает разрешение на его хранение, ношение. Покупает потом путевку. То или иное охотничье хозяйство на определенные виды птиц или зверя и охотится. Ну, вероятно... А проводники-специалисты, если Николай хочет просто побыть, мы можем экскурсию сделать на любую охоту. Сейчас... Может, он просто ружье хочет поддержать? Более доступное. Ну, ружье мы не дадим. Это свое. Да. А побывать на охоте, например, на шестной охоте, весенней охоте сели на щелезня с подсадной уткой. Вот он посмотрит, что это такое, понравится ему, не понравится. Куда примет решение? Вечерняя охота на Вальшны по натяге, потеплее шестаник, недалеко от Минска, мы можем его пригласить. Егер вас водит, посмотрит, понравится ему, приступает. Все понятно. Спасибо большое за развернутый ответ. Скажите, пожалуйста, какие документы необходимы, чтобы вывести охотничьи трофеи за пределы Пиваруси? Если иностранный гражданин приезжает к нам на охоту, он обычно едет за трофеями. Для того, чтобы трофей беспрепятственно пересек границу... С ним вместе, да? Да, с ним вместе. Необходимо... Пустили паспорту. Сейчас немножко выскочили эти... Трофейный лист, да. Четкий, да. Сейчас. Трофейный лист, да. Нет? 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 Трофейный лист необходимый и, как правильно называется, документ ветеринарной службы дается сертификат. Что безопасно, да? Что безопасно, да? Да, 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 да. Шестой, пятый, шестой. Где-то по моей теме, по высоте. Вот. Девятый. Трофейный лист необходимый трофейный лист, который выписывается пользователем охотничьего уводия и заключение ветеринарной службы, сертификат либо свидетельство. То, что это ветеринарная служба, подтверждает, что там нет ничего подозрительного или заразного в этом трофее. И это являются... Два документа, которые являются пропуском для вывоза трофея. Любого. То есть, дальнейшие действия. А если это Беларусь? Беларусь тоже. Он добыл, подтверждает, получает эти документы и вывозит, да? Все понятно. Спасибо. Добрый день. Ко мне в мае собирается друг охотника. Расскажите, какие ему документы необходимы для охоты? Он из Польши. И куда нам нужно обращаться за разрешением? Поподробнее просит Алексей. Первое, должен быть польский товарищ, любой другой, быть охотником на территории той страны. По правилам. По правилам, да. Можно заключить договор на тур, на проведение. Конкретное охотничье хозяйство может напрямую заключить с ним договор, а может через туроператора. Мы выступаем, как и мы, как хозяйство. Качество туроператора сейчас законодательство разрешает без каких-либо посредников. И он сбрасывает документы на оружие, документы на право охоты на территории страны. Они у нас действительны. Мы заключаем с ним договор на те или иные виды охоты. Есть минимальная стоимость, установленная постановлением Совета министров за добычу тех или иных зверей и птиц. Мы получаем разрешение на ввоз оружия, высылаем ему домой, и он с этими документами едет, свободно пересекает таможню, границу, декларирует, что то и иное оружие, те патроны, калибр которые, и охотятся. Вместе с тем, упрощенная система, во многих наших хозяйствах есть оружие служебное, которое мы даем иностранному охотнику, да и белорусскому охотнику можем представить пользование в аренду, сроком там на день. Ему упрощается система, он едет как турист, только с документами своими, что он охотник имеет право хранить оружие и носить. И все, он приехал, поохотился, оплатил деньги и уехал с добычей. Взял трубки и уехал домой. Спасибо большое. Леонид из Жлобина интересуется, скажите пожалуйста, сколько человек нужно для охоты на зубра? Охот на зубра можно у нас проводить, охотиться можно как одному, так и не одному. Ну вообще, как правильно происходит этот забор? Ну, оно в несколько видов охота. Загон, с подходом. В основном на зубра не загонная охота, а с подхода. Вообще, разрешенный для добычи животных это резервный генофон. К этому генофону относятся старые больные животные, не имеющие возможности принимать участие в размножении популяции. Практически, ну, там их гонять где-то, его выслеживают, его наблюдают, что он больше не способен. Ну, это тоже нужно, чтобы быть знающий человек, это решение приняло в окружном хозяйстве. Да, но у нас, например, в нашем белорусском обществе охотник-раболов зубров к изъятию нет. А в других, в лесах охотничьих, у права делами президента, там есть популяции зубров, за которыми наблюдают, ведется контроль. Или когда больной звердо, по разным причинам его наблюдают, целая комиссия определяет потом, чтобы не изъяли здоровое животное. Ну, на этом немножко хозяйство зарабатывает. Все понятно, спасибо большое. Здравствуйте. Планируется ли увеличение штата инспектора? Очень часто на рыболовных сайтах проскальзывают сообщения о том, что инспекция не выезжает по вызову на факты нарушения правил рыбной ловли браконьерства. Или существует критерий отбора, куда ехать в первую очередь, куда во вторую? Андрей Занинский спрашивает. Ну, наверное, немножко вопрос не по адресу. Это вопрос инспекции охраны животного и растительного мира. Я думаю, что не планируется расширять штат сотрудников. Роль инспекции не в всех переловит, наверное. Как и наша роль работнику белорусского общества, охотнику-руболову и членов общества. Соблюдать правила. Популяризировать законность. Карательных мер и так достаточно, но все равно люди нарушают. И сейчас очень много настоящих рыболов, спортсменов, не спортсменов, просто любителей, неравнодушных в природе, они помогают тем самым инспекторам. И когда там нарушитель злостный в те же самые сети на каком-нибудь водохранилище или водоеме ставит, конечно, это неправильно. И люди неравнодушны, они просто сообщают. Сообщают по адресу. И если на какое-то, например, я выскажу свое мнение, если на какое-то нарушение не выехал инспектор, наверное, была причина и веская причина. Были где-то далеко, в какой-то стороне. Просто там люди не жалеют ни сил, ни времени и от звонка до звонка, как и за станком с 8 до 5 не работают у них. Ну да, там, грубо говоря, все точно нет. Все понятно, спасибо большое. Борис из Полоска интересуется. Скажите, пожалуйста, использование звуковоспроизводящей аппаратуры для подманивания животных на каких видах охоты разрешено? Так, сейчас. Какой будет вопрос? 12-й, да? Использование действующих правил, пункт 13, использование на охоте манков приманок и иных средств под манью охотничьих животных разрешается без ограничений. Но скажу, как охотник, манки, которые надо воспроизводить звук с помощью рта, я их приветствую, либо там руками, либо губами. Это мастерство и профессионализм охотника, это я считаю. Электронные манки, ну, неправильно. Это другое. Это другое. Я считаю, это, ну... Неживое, да? Неживое. Это наша современная аппаратура, которая позволяет это все воспроизвести, не дает шансов птице и зверу. Гораздо приятней, интересней изучить в природе на слух, научиться подманивать утку, волка, там, лося, оленя. Ну, это красота. В этом году у нас будет проходить чемпионат в Абельщиков оленя, европейский чемпионат в Абельщиков оленя. Мы уже три раза принимали участие, команда белорусов в европейских соревнованиях. И последний проходил в Австрии, мы дали заявку, и всеми было поддержано проведение чемпионата в Абельщиков. Вот это красота. Это люди выходят на сцену, и им дается задание сымитировать молодого оленя, потом сымитировать взрослого оленя. Оленя с гаремом, оленя, который победил в бою. И вот умение, а это надо быть угодья, знать повадки на слух, и слух нужно иметь, и воспроизвести. И судьи сидят и оценивают работу. Красота. Красота. Вот это красота. А если просто включили видео и подманили этого оленя, это красоты и охоты нет. Нет души, да? Нет. Понятно, спасибо большое. Федор. Люблю рыбалку, но не люблю недобросновестного к ней отношения. Что делать, если вижу на водоеме нарушения правил вылова, и какую ответственность будут нести за эти действия несовершеннолетние рыболовы? Ну, уже вы говорили, что нужно вызвать инспекцию. Есть телефон горячей линии Государственной инспекции по президенту Республики Беларусь. Это в Минске 39500 и мобильный 803333600. Если несовершеннолетний рыболов, если старше 14 лет, то за нарушение правил не может применяться как административная, так и уголовная ответственность. Если несовершеннолетний, то по каким-либо причинам не попадает административную, уголовную ответственность, то за совершение детьми правонарушения несут ответственность их законные представители, родители или опекуны. Понятно, спасибо большое. Так что нарушать не стоит. Нельзя. Увлекаясь рыбалкой всерьез и хотел бы повысить свой профессиональный уровень. Изучал этот вопрос и оказалось, что можно найти тренера, создать команду, но на спорсовскую и другую поддержку рассчитывать не приходится. Почему рыболовный спорт в Беларуси находится на таком низком уровне развития? Ну, я бы поспорил. За прошлый год различных соревнований районных и областных уровней прошло свыше 200. Это, конечно, там приняло участие, наверное, не все, что хотелось. Там есть немножко недоработка рекламы этих мероприятий на районных уровнях. На республиканских они проходят более активно. Конечно, там участвуют спортсмены, которые уже достигли определенного уровня. Но они достигли, учаясь сами, познавая, обучаясь друг у друга, участвуя в каких-то других мероприятиях. Чтобы школу какую-то создать, ну, наверное, надо со спортсменами поговорить. Ну, естественно, она будет, ну, никто не будет тратить свое время бесплатно. Это будет платное обучение. Я думаю, мы со спортсменами, именитыми спортсменами, рыболовами поговорим и в ближайшее время пригласим. Ну, возможно, создание такой школы было бы очень хорошим. Ну, мастер-класс проводят спортсмены на разных мероприятиях. Я думаю, нам надо тоже приглашать спортсменов, там, в заплату или бесплатно, чтобы популяризировать и обучать, особенно молодежь. Спасибо большое. Олег. Недавно разговаривала с приятелем, уехавшим за рубеж на работу. Мне очень понравилось, как у них организована любительская рыбалка. Покупаешь билет на определенную территорию на доль, что позволяет спиловить любую рыбу, правда, у них не принято ее забирать. Практически ко всем водоемам есть подъезд, организована санитарная зона, зона отдыха, ведется учет популяции рыбы, зарубление. В интернете масса информации о глубинах, координатах, клеве и так далее. Конечно, понимаешь, что у нас это организовать сложно, но, возможно, стоит частично перенимать опыт западных коллег. Расскажите, пожалуйста, какая ведется работа в этом направлении? Ну, у нас, если Олег знает, что рыбалка практически бесплатная. Ну, практически, да, только на платных углахах. Чтобы ловить до 10 кружков шук или другие виды рыбы, троллингом заниматься, подводная охота, надо быть членом горболов. Для этого платится взнос однобазовая, и человек может не одной-двумя удочками, а уже 10 ловить. Деньги эти сосредотачиваются на сегодняшний день. Основная масса в Центральном аппарате Белорусского общества охотников рыбалов создан совет с участием разных представителей различных госорганов. И обсуждается, чем это расходов, этих средств на прошлом году, за эти средства мы, эти, больше, почти миллиард 400 мы потратили на зарубление. Зарубление производим, водоемы у фонда запаса, то есть доступные для всех граждан Республики Беларусь, членов рыбалов, не членов рыбалов. Мы зарубили Петровичское водохранилище, Солигорское. Сейчас мы планируем, уже собираем перечень водоемов, где, по мнению спортсменов, и потом будем согласовывать с облсполковными представителями, где лучше, куда лучше зарубить. Например, проступило предложение, в Смолевичах водоем, рядом с трассой, если кто приезжал, туда едет и Жодино, и Минск ловить. Зарубить, чтобы еще больше. Но, вообще, выскажу свое мнение. Надо идти по пути, чтобы рыбалка была платная. Ну вот, об этом, вероятно, и говорится, что просто для каждого, скажем, сумму достаточно доступную, чтобы было больше возможностей. И эти деньги потом направляют именно на рыболовное направление. Ну, хозяйство, выраживание, зарубление. Сейчас, помимо зарубления, мы финансируем участие наших команд спортсменов для участия в европейских соревнованиях, в международных уровнях соревнований. Они представляют нашу страну. Мы, чатично, там, расходы на командировку, транспорт за участие нашей команды, взносы, взносы немаленькие. Ну, как-то так. Если ведется платная рыбалка, самое главное, чтобы эти деньги потом не растворились где-то, а именно пошли на... Ну да, пошли направлено, направлено на... Наверное, вообще будут готовы по копеечке вложить, чтобы это потом было прозрачно и использовать для дела, использовать для природы Белоруссии, для рыболовов. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к спортивной рыбалке Славил-Отпустил? Что, на ваш взгляд, нужно и можно сделать, чтобы белорусские рыболовы стали придерживаться этого принципа? Настоящие спортсмены так и делают. Для меня, когда я первый раз услышал, я не поверил просто, что в нашем понятии, когда мы выросли в ту сельской местности, и там, речка, водоем, подспорьем для домашнего стола, это одно. Но когда настоящий спортсмен ловит, и ему наловить ведро рыбы в любом водоеме, при любых погодных условиях это элементарно, то я, конечно, завидую спортсмену, он получает удовольствие, он смотрит рыбу, и уж вешивает, фотографируется, он выпускает ее. Для того, чтобы вообще так соблюдали, тут приказ не напишешь, добровольно, принудительно не заставишься, только прививать любой природе, красота. Хочешь рыбки, возьми, покушай. Но торговать на рынке, наверное, это не бизнес. Спасибо большое. Влекаясь спортивной рыбалкой, всегда отпуская рыбу, но что делать, если, например, во время запрета выловил щуку, или она оказалась меньше 40 см в разрешенный период, а после извлечения из нее крючка смысла выпускать ее уже нет. Какая ответственность в этом случае предусмотрена, если действия были ненамерены? Так, так, так. Согласно пункту номер 99, правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, рыбовылованный период запрета должна быть выпущена в рыболовном угоде в живом виде. Что касается промысловой меры вылованной рыбы, то правилом разрешается выловить рыбы, не достигшую промысловой меры, но не более 20% от количества вылованной рыбы каждого из видов, для которых установлена промысловая мера. А вот если не получилось ее словить живой? Нет, ну ловить все равно живой, другое дело, как она заглотит курчок, как там повредиться. Ну вот он про это и спрашивает, что вот если действия были ненамерены, какая ответственность предусмотрена? Если в него проезжал инспектор, я так полагаю, вот такая ситуация смоделирована. Сложно сказать, если правила некоторые читают буквально, до запятой, поэтому... Нужно на месте этот вопрос задать. Лучше не повреждать рыбу. Лучше не повреждать рыбу, хорошо. Пусть она отнерестится, оставит потомство. Спасибо. Какие изменения в правилах ведения охоты и рыболовства планируются на 2015 год и когда вообще планируются? А как принимаются решения о необходимости этих изменений? Это снова про новые правила, да? Ну, пока рановато говорить о внесении изменений правил ведения охоты и рыболовства. На 2015 год, наверное, никто не планирует, мы в том числе. А вообще не будут ли... Ну, я отвечу так на этот вопрос. Пределов нет совершенствования, ничему. Ни один документ или там законодательный акт, он на века не может быть принят. Меняется время, меняются люди, меняются ситуации. В том числе и меняется ситуация на сегодняшний день в охотничьем хозяйстве в связи с диким кабаном. Болезнь пришла, это проблема общей страны, в том числе и охотничьего хозяйства. Но мир не стоит на месте. Вот в 2014 году, в июне месяца 26-го приняты правила. Их долго вырабатывали, долго спорили. Их приняли. Но есть вопросы. В 2014 году принята концепция Совета Министров развития охотничьего хозяйства. И в рамках этой концепции, там есть, по нашему предложению, существенные изменения, которые впоследствии потребуют внесения изменений и правил. Я уже коснусь кратенько концепции. Это вовлечение граждан Республики Беларусь охотников в ведение охотничьего хозяйства. Чтобы они свои средства, силы, время вкладывали в охотничье хозяйство на малой территории. И там и охотились, и получали удовольствие на этой территории. На сегодняшний день немножко это не так. Тут идут споры на сегодняшний день. Но концепция принята. И, конечно, это потребует ряд законодательных внесения в ряд законодательных актов. Чтобы и граждане поняли, что их не обманут, что и не заберут эти угодья. Их правообязанности, ответственность. Пока на 15-й год будем работать по действующим правилам. Принято в 14-м году. Все понятно. Спасибо. Вот тут, Константина, вопрос про зарубление водоемов. Знаю, что есть государственная программа по зарублению, но только в большие водоемы запускают рыбу. А есть платники, где только берут деньги, а никаких условий для увеличения популяции не состоит. Почему так происходит? Ну, Константин имеет в виду платников. Это арендованные водоемы разными ведомствами, частными, государственными. Я не думаю, что они ничего там не делают. Есть контрольные органы, и в райисполкоме, и в госинспекции, которые контролируют соблюдение договора аренды. И если в договоре прописано, что арендатор обязан зарублять, и он это не выполнил, значит, всем расторгнут договор аренды, и будет или фонд запаса, или другого арендатора. Я уже говорил, что мы, Белорусское общество охотников и рыболов, зарубляем фонды запаса. Мы не входим в эту государственную программу. Мы инициировали совет, на котором принимается решение. В совет входят спортсмены, общественность, рыболовный интернет-клуб, представители госорганов, где принимается решение, какой водоем зарыбить, куда больше едут рыболовы, не просто там в Витебшине сотни этих озер и куда-то что-то запустить, и непонятно, кто там ловить будет, там сшитыные люди, а именно для наших белорусских граждан, которые оплатили взносы, и за эти взносы мы зарубляем водоем. Понятно, спасибо большое. А вот как раз и вопрос, куда идут членские взносы. Мы, наверное, уже ответили на него. Ну, членские взносы рыболов, это не все взносы. У нас же членские взносы и охотники, и рыболовы платят. Есть билет охотники и рыболов, на чего уже два года подряд три базовые платятся. Основная масса этих средств остается в районных организациях, которые идут на финансирование ведения охотничьего хозяйства, там оплата аренды, оплата труда работников, штатных работников. Часть взносов идет на содержание бюрократов. Я считаю бюрократов в хорошем смысле слова. Нам же тоже надо и работать, и вывлачивать заработную плату работников. Ну и на областные. А еще, Андрей, интересуется, сколько на сегодняшний день стоит, сколько на сегодняшний день людей состоит в обществе, и какие преимущества дает ему это членство? Ну, наверное, как охотникам, так и рыболовам. Ну, рыболовам я вообще на сегодняшний день слышу 90 тысяч членов общества. Ну, это уплатившим взнос. Это рыборное количество. У нас прибыло большое количество рыболов. Какие преимущества? Рыболовам я уже рассказывал, что это интенсивные способы лова, до 10 крючков, троллинг, подводные. А охотникам, ну, возможность охотиться в охотничьем угоде, арендованным белорусским обществом охотника рыболов, по меньшим ценам, чем не членам общества. Конечно, не все так у нас гладко, как хотелось. Мы стараемся быть ближе к людям, принимать решения направления. Ну, а ведется охотничье хозяйство, я на всех уровнях говорю, за что средств граждан у нас в Белорусском обществе охотника рыболов? Это членские взносы плюс средства, которые наши граждане, члены белорусского общества покупают путевки на те или иные виды зверя, и потом эти средства идут на ведение охотника рыболов. Все понятно, спасибо. Как стать чьим в вашей организации, спрашивайте, у нас? Рыболовам не проблема, в любой районной организации, где наши, приехать в областной или в городе Минске, приехать и платить взнос, получить билет. Охотникам тоже можно, но без госудостоверения. Смысл, наверное, стать охотником без госудостоверения. Сейчас можно в рамках выставки охоты и рыбалка приехать на выставочный центр и там вступить члены. Все понятно, спасибо большое. Добрый день, Юрий. Меня зовут Никита, мне 28 лет. Рыбалкой занимаюсь очень давно, имею свою рыболовную группу в социальных сетях. Скажите, как можно вступить в Белорусское общество охотников и рыболов и получить билеты или удостоверения? Ну, это уже только что мы ответили. Надо подъехать, и сейчас до 4-го будет выставка апреля, и можно это сделать прямо там. А так у нас постоянно работают на Короля А4 два человека по уступлению члены и по реализации охотничьих путевок у охотничьих хозяйств Минской области. Это работают в будний день. То есть, приехать и... Да. Слышала, что сейчас появилось больше свободы действий в отношении нарушителей. Не сделает ли это столкновение интересов более опасным для обеих сторон? Немножко вопрос какой. Ну, там получается, по новой редакции правил появилась ответственность. Да. И за мусор. За мусор на водоем. Да. При вступлении... Или в связи с вступлением силы новых правил ведения охотничьего хозяйства стало в отношении нарушителей более... Ну, легче доказать вину этого нарушителя. Зачастую нарушители знали брешь законодательства и обманывали, выкручивались. Вот приведу пример, когда там нарушитель незаконно добыл то или иное животное, несчет или везет домой, его задерживают, а он говорит, я нашел. Или, как проводили пример, говорит, он вот добыл его, он его начинает разделать, и говорит, а это не я, я хотел посмотреть, что там внутри. То сейчас, на сегодняшний день, нашел, если ты тронул, все, ты уже нарушитель. Перевозишь части останки, нашел там рожки, ножки, там, я утрирую. Там находишься в угодье с орудием Глова, и у тебя нет документов, ты уже нарушитель. Ну, конечно, есть там жесткая мера в качестве перемещения оружия, но, как бы было не прискорбно, это только направлено на пресечение незаконных действий незаконно послушных граждан. Конечно, законопослушные граждане, когда не нарушали, а ехали с семьей, например, отдыхали на озеро, в лесу, с собой брали ружье, ждали субботы воскрешения, там есть неудобства. На сегодняшний день нахождение в охотничьей воде с оружием зачехленным, и если ты не представишь документы, что ты едешь на охоту, то это будет поравнено к незаконной охоте. Не бери ружье. Съезди за ним до помощи. Да, съездил грыбы, потом съездил с ружьем, либо оставил где-то в сейфе. Все понятно, спасибо. Либо купил путевку. И нам весь период выпуска, да? Все понятно. Виталий интересуется, скажите, пожалуйста, новый охотничный комплекс с участием, кажется, катарского капитала под Лакойском. Будет ли он открыт для всех белорусов? Без комментариев, не знаю. Не знаете? Все понятно. У нас нет границ с Россией, но, как я знаю, еще много заезжих браконьеров. Как вам удается с ним справляться, с инспекцией? Ну, не только как инспекция, но в соответствии с договором аренды охотничьих угодей, арендатор охотничьих угодей обязан следить за охраной охотничьих угодей. И наши работники тесно сотрудничают с государственной инспекцией. Конечно, когда соседние страны, братья россияне, хулиганят, и, наверное, там люди, которые или неадекватные, или наглые, которых надо ставить на место, более юридически образованы этой инспекцией и снабжены разными спецсредствами, которые позволяют им прищечь. Но мы тесно сотрудничаем с государственной инспекцией, помогаем и выявляем. А то, что выявлено на сайте у вас инспекции, всегда отражается. Все понятно, спасибо. Виктор спрашивает, как можно поохотиться в Беловерской пущей иностранцам? Что для этого надо? Расскажите, на каких сайтах регистрироваться? Беловерская пуща – это отдельное юридическое лицо. В системе управления делами президента. Я бы посоветовал на их сайт созвониться, на какие виды и какое время согласовать, потому что, насколько знаю, наплывок иностранных туристов достаточен. Там более шикарные условия представлены, проживание, обслуживание, питание. Ну и немножко больше есть звери, чем у нас более мы нацелены на наших белорусских охотников. Все понятно, спасибо большое. Нюша интересуется. Скажите, пожалуйста, почему разрешают охотственных зубров? Они же исчезающие видят, так жалко. Но мы же говорим, что только больных. И Мария, хотелось бы получить совет профессионала. Можно ли смело ходить за ягодами в лес или стоит опасаться диких кабанов? Какие меры предосторожности, как себя вести при встрече, полагаю, все-таки? Заранее спасибо. Можно ходить в лес? Можно и нужно. Я бы посоветовал Марии час еще бывать, потом не будет этого страха перед звером. Я вообще вам рассказываю, что в лесу дикого звера не надо бояться. В лесу, наверное, более опасен человек, чем дикий звер. Я с детских лет люблю по лесу ходить. И вот это вот моя тяга к познанию, что там дальше в глуби леса. Фантазия рисовала разные... Что там где-то вдали в глуши, что там что-то я увижу интересное. Мне мама рассказывала, как называется там местными названиями урочище. Фантазия рисовала... Бурная фантазия детская. И меня все дальше тянуло. И я ни разу, и в детском возрасте, никто не нападал. И я не знаю случаях, когда есть только звер не больной. Опасаться надо только волк, лиса, янтовидная собака, они болеют бешенством. И при встрече на близком расстоянии, то лучше этого звера не трогать, не пытаться там прикормить, ничего. Потому что звер больной, неадекватный, его укус заражен. На дерево или в машине спрятаться. А так звер боится человека. То есть, вы не встретитесь, вы там на поляне. Нормальный звер очень боится. Замирает, выжидает или убегает, или обходит. То есть, встреча практически не возникает. Когда грибной исчезон и ягодный, большой фактор беспокойства. Звер уходит в те места, где нет ни грибов, ни ягод, чтобы его не беспокоили. Понятно, спасибо большое. Данила интересуется, сколько в Беларуси мест для охоты и рыбалки. Не везде же можно стрелять. Наверное, много. Вопрос. 17 миллионов гектаров охотничьего года. Понятно. Ну, запрещено охотиться вокруг городов, заповедных зонах. А где заключены договоры аренды, там в арендовом охотничьего года, где разрешено охотиться на теленые виды звера. А уже в охотничьих хозяйствах территория делится. Там зона, тихая зона, где нельзя охотиться, чтобы зверу была возможность, там, круглый год спокойно. Переждать или спастись. А так практически на общей территории. Мы все где-то в Беларуси. Ксюша спрашивает. На ваш взгляд, где та грань, когда человек решает из охотника превратиться в браконьера? Как разговаривать с людьми, чтобы хобби не превратилось в обрядительство? Ну, есть браконьеры, которые попали. Есть осознанные. Да, вот это самое главное. Зло. Оно, наверное, было и будет. Как разговаривать с людьми? Методом убеждения пропагандируем правильной охоты, красотой охоты. Ну, и наказание, наверное. Наказание достаточно. Но, в первую очередь, это идеология. Ну, в том числе и нам, в беларусском обществе охотников и рыболовов, путем проведения разного рода мероприятий, популяризировать охоту, красивую охоту, загонную, охоту с собаками. Что это не просто убийство или там возможность заработать, или пополнить там семейный бюджет, или холодильник чем-то. Что это, в первую очередь, общение, красота с природой. Понятно, спасибо большое. Слышал, что по новым правилам могут оштрафовать за оставленный рыболовым мусор. Поддерживают инициативу, но как она работает? Как доказать, например, что до моего прибытия кто-то уже оставил за собой? Так, сейчас я дословно. Мы инициировали, что даже если никто не доказывает, ты пришел на место, убери, не хочешь убирать, уходи. Иначе на тебе будет протокол. Так, а тут, наверное, нету этих вопросов. Так что где-нибудь, не есть. Правильно сказал. Или позвонить мне. Чуть дословно. Потому что, ну, когда обсуждали правила, мы поддержали, что водоем, водоем... Ну, кто загрязняет водоем? Рыболовы и нерыболовы там. Особенно пластиковые бутылки, бутылки с пива, пакеты, да. Кто отдыхает, тот и мусорит. Как их заставить? Методом убеждения, ну, убеждаем. На дорогах у нас уже порядок, но там метод убеждения действует, рекламные щиты и прочее. Дорожные ходят, убирают, дорожные службы, государственная лесная охрана, за нерадивными подбирают. Естественно, контролирующие органы будут наказывать за оставленный мусор за собой. Мы, Белорусское общество охотника рыболова, инициировали в прошлом году акцию «Чистый водоем». Она была, в первую очередь, направлена на поддержание чистоты водоема. И самое главное, привить, что мусорить нельзя. И вот приведу интересный пример. Мы выехали первый день, откликнулись люди в интернет, в порталах увидели информацию, что проводится акция. Откликнулись, приехали вместе с нами, мы там выдали перчатки, мешки для мусора, и сидят рыболовы, рыбачат в водоеме. К ним приходишь, вокруг него мусор, и вот, не желаете ли не принять в акции? Многим стыдно, поднимается, начинает вокруг себя убирать. Ну, один сидит, ребята, чего вы ко мне поставили? Я тут вырвался от жены, с работы отпустил. А сам сидит тут. А второй поднимается, ну ладно, помогу вам. Я говорю, да не нам надо помогать, это сами в себе. Неужели приятно? Ну, надо работать над этим. Ну, ответственность сейчас предусмотрена, и лучше, если советовать, то посоветовать, вероятно, прийти на место, сделать его чистым, чтобы тебе было комфортно, и оставить его чистым за собой. Тогда, вероятно, ситуация улучшится на берегу многократно, правильно? Мы приглашаем всех принять акции «Чистый водоем», она будет в конце апреля, чтобы мы поднялись с квартир, вышли, хоть чаще поработали на водоемах, где сами ездили, отдыхали, где сами же и намусорили. Все понятно, спасибо большое. Добрый день, скажите, пожалуйста, обязательно ли чипирование охотничьих собак, и для чего это делать? Да, с вступлением в новую силу правил, поменялись многие нормативные документы, в том числе по регистрации охотничьих собак, на сегодняшний день допускается регистрация собак только известного происхождения, имеющего родословную, то есть родители, дедушки, бабушки, всем известны, что они этой породы, и необходимо либо чипирование, либо татуировка с порядковым номером. Это направлено, прежде всего, на идентификацию данной собаки, занятие ее в базу данных, и, как ни прискорбно, у нас на сегодняшний день еще есть воровство собак, хороших собак, нехорошие люди воруют, перепродают в другие регионы, в том числе и в Россию. Ну, это жалко, когда человек вырастет, воспитал ее, натаскал она, ну, любимица семьи, член семьи, ее воруют, воруют даже прямо с дома, со двора, воруют на охоте. В общем, это сделано для того, чтобы обезопаситься, так как самих охотников и питомцев. Спасибо большое. Здравствуйте. Хотел бы завести охотничью собаку. Вы как-нибудь связаны со специалистами-кинологами, чтобы помочь в выборе? Конечно, мы связаны. В соответствии с указом президента, одной из государственно значимых задач белорусского общества охотника-рыболова является ведение охотничьего собаководства. И мы ведем регистрацию охотничьих собак. В каждой области у нас есть специалист-кинолог, где есть база данных, в регистрации происходит собак. И в Минске, в всех областных городах. Мы ведем учет экспертов. Все мероприятия, касающиеся охотничьего собаководства, это выставки, выводки, соревнования, разные испытания, проходят под наши гиды, под нашим руководством. Поэтому мы непосредственно сюда... А вот как в выборе вы можете помочь нашему Сергею, вашему телезрическому? Помочь мы можем, но Сергей должен сам решить, на что он хочет охотиться, для чего ему собака. Это или на комнатное, или действительно должна быть охотничьей. Если на зайца и лису, это гонче. Если там на птицу красивая тургеневская охота, это легавая собака. И легавых собак пород много. Он должен определиться сам. Сначала на какие предпочтения, виды охот он будет ходить, будет ходить, будет охотиться, и какой ему надо... Будет база такая, база собак. База есть, электронная база собак. Но там регистрация собак, но я же говорю, он должен сам определить. Он будет больше ходить на птицу, либо на звера, либо на копытных, либо на пушнину, что ему для души более приятно. Тогда такую собаку и подскажем. И обратиться к вам на сайт. Конечно. Все понятно, спасибо. До какого времени в этом году ограничено количество разрешенных снастей для омоли рыбы? В каждом районе. Что-то разное. До какого времени в этом году ограничено количество рассудок? До какого времени, кажется? Ну, вообще запреты существуют, но в разных областях по-разному. Ну, там ограничения, получается, по-моему. Там все это время суток с одним крючком. Везде на сегодняшний день один крючок с берега, не заходя в воду, разрешено во время нероста. А остальные снасти потом, когда нерост прекратится, закончится запрет в грецкой области. Раньше запрет начнется, он раньше закончится, и потом всеми доступными, в том числе и 10 крючков. Если вы стоите в обществе. Все понятно. Ну, я думаю, что эту подробную информацию можно почитать в любом источнике, в каких областях, да, в какой период этого запрета. Так, что у нас тут еще есть? Что-то есть. Интересно, забросали. Как вы считаете, как приучить охотников, особенно рыболов, к культуре, чтобы не оставляли на собой мусор, чтобы не срубали молодые деревца, или с этим нереально справиться? Ну, мы много об этом говорили, и обсуждать, и наказывать, и мотивировать, да? Больше пропагандировать и призывать. Все понятно. Спрашивают вот это. Александр из Москвы пишет, что многих отпугивают наши цены на охоту. Будут ли вводить единые евразийские охотничьи билеты? Пока же не обсуждалось. Ну, вероятно, но очень странно. А, про капканы. Используются ли такие средства, как капканы, и можно ли до сих пор на конусах рису на капкан? Я так поняла, что вот это интересует. Из США вопрос пришел, поэтому так долго читали. Капканы – разрешенные орудия охоты на определенные виды. Например, 31 марта закончилась охота на бобра. И есть и ружейные способы охоты, и капканы. Капкан ставится в воду. Я не думаю, что сейчас человек ходит в воду и попадет тогда в капкан. Это на лазах, вера, на кормовых местах, где человек не ходит. А в лесу, ну, если ставится капкан, например, на волка, то он ставится на тропах, там, на привадах, ну, там массовые… Не на дорожке, да? Не на дорожке, не на проезжей, не на пешеходной дорожке. Поэтому у нас это безопасно, и я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то… Попался в место в волк. Всё понятно, спасибо. Это безопасно. Так, Юрий Львович. Здравствуйте. Интересуется. Здравствуйте. Охочусь в Копыльском районе. По Пушине основные объекты охоты куницы и леса. И собак, лайка и ягл. Прошедший сезон охотиться почти не было где, так как большинство лесов закрыли родзону. А почему я не могу охотиться в этих лесах на куницу и лесу? Мои собаки на копытных практически не реагируют. Максимум 2 минут подглавкой до моего прихода и отзыва. Прогнозированы ваши петофакторы без кукурсства. Приведу пример. Лес примерно полтора километра… Полтора километра за день охоту проходит около пяти охотников с разными собаками. Года три живёт лосика с лосятами. Когда собак их поднимают, они перемещаются в другой угол леса и никуда из него не ходят, хоть рядом есть ещё и леса. Ну, это больной вопрос. По организации территории. В 2012 году правлением Республиканского совета Белорусского общества охотников-рыболовов было принято решение организовать в общих наших охотничьих хозяйствах зоны ведения охоты на копытных, которые должны быть минимум 50% в лесных угодьях. Мы приводим пример, что не только охота на пушнину, на белочку, на куницу интересует наших охотников, а также интересует на лоща, оленя, косулю. И люди хотят охотиться, иметь деликатесное мясо, хорошие трофеи. Но для этого надо нарастить дверь. И одним из принципов нарастить дверь – это исключить фактор беспокойства в основных массивах, где этот дверь обитает, чтобы он спокойно кормился. И сезон охоты на пушного звера массовый, люди идут в лес. Конечно, кого-то мы при организации территории обидели, кому-то это не нравится. Больше всего, когда местного жителя, охотника, вот это обижаем. Конечно, принимаем меры, реагируем. Ну, вот конкретно, вот поэтому Копыльские районы. Пусть, уважаемый Юрий Львович, обратится, покажет на карте конкретный участок. Мы обсудим, рассмотрим, дадим директору поручение. Должна быть золотая серединка. Запросы направить вам на… Да, соблюсти интересы всех. И людей, которые хотят растить копытных, и которые охотятся на зайца, и на белку, и куницу, и на утку, да. И звери. Всё понятно, спасибо. Скажите, пожалуйста, какие меры принимаются по регулированию уменьшения численности бобров, и возможно ли в республике официально приобрести бобровую струю? Меры по регулированию численности бобра – это отлов. Отлов в тех местах, в первую очередь, где бобр немножко вредит своим жизнедеятельности человека. Для этого в правилах, в вступлении новых правил, сезон охоты на него более длинный стал. Раньше было до конца февраля, сейчас до конца марта. Бобровую струю можно приобрести в наших охотничьих хозяйствах, кто отлавливает бобра. А также можно приобрести готового добытого бобра, и шкура, и мясо. Готового бобра. Да, шкура на корик. Мясо – прекрасный деликатес. Насколько я знаю, пока с бюрократическими препонами до сих пор не проработано ТУ, так называемое, на использовании мяса бобра в переработку официально. Поэтому оно так на бывательском уровне словили, сварили, затушили. Но мясо очень вкусное. Но бобровая струя, говорят, что она способствует улучшению иммунной системы, повышает тонус организма. Но это старинные рецепты, переписываются, да. Как кто говорит. Пусть обратится, мы подскажем, где купить. Ой, извините, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день. Скажите, пожалуйста, доходы обязательно были членами, или можно получить одноразовое? А, это же, потому что было, да. И это повторяется. Обновите еще. Там просто они начали повторяться. Протублировались, да? Ну, все, я так полагаю. Просто дальше дублируемся. Сейчас я еще проверю все. Может, какую-то концовку? Да, давайте. Интересную сказать. Концовку. Про проведение, у меня сутки интересно, спортивных, вот про... Спортивных рыболовных или охотничих? Можно и про. Но охотничих, спортивных сильно не проводится. Только соревнования по спортивной стрельбе охотничьим. Мы ездили, изучали опыт в Германии, когда там по 200 человек собираются, клубные мероприятия. Мы выставляли команду, общались там. Мы сейчас изучили опыт, сейчас его притворяем в жизнь у нас. Уже на местах пристрелки оружия планируем, чтобы были тиры по бегущий кабан, по стендовой стрельбе округлой, там, в основном стену, чтобы люди и учились стрелять, и соревновались. И, естественно, за взносы охотников будем приобретать призы и стимулировать, поощрять, чтобы людям это было интересно. Уже в 2014 году мы почти в общих районах провели соревнования. В этом году и более массово будем проводить. Республиканское соревнование проходит с приглашением представителей и других госорганов уже два года. В этом году, в осень, мы тоже планируем третье соревнование провести. Это мы на спортинге проводим, на стенде. В прошлом году и с Лука стреляли, это была одна из номинаций. В министерстве МВД выставляют команды и становятся победители. Конечно, и удивительно. Коля, обновите еще. А с этой стороны не хочешь наследовать? Пойду. Ну как, ну, пойду. Вот тут так красиво мы себя видим. Да. И обновите еще пару чего-то. Так, я обновила. Теперь идем дальше. Почему не зарубляется два года пруд в Багуши, арендуемый Копыльским в общественном обществе любого какого-то? Пруд не зарубляется в Багуши. Не готов что сказать. Почему? Это надо искать информацию, да? Нет, ну, надо связаться с директором, что там. Ну, надо уточнить. А может, из-за рубля вообще, а Юрий не знает. Ну, это запрос нужно направить кому ему? Ну, или можно позвоню туда. Ну, можете позвонить. Точно. Да, там у меня еще три вопроса. Какие? В новой редакции правил описаны правила любительского рыболовства во время весеннего запрета. Впервые из документа исключен пункт о максимальном размере ключа, используемого во время весеннего запрета. Чем мотивировали на решение? Не знаю, чем мотивировали. Опустим этот вопрос. Хорошо. Добрый день. На всех ли платных водоемов в республике разрешен бесплатный лов рыбы для инвалидов второй группы? Я уже не скажу, потому что фрондатор определяет, да, вот для инвалидов. Антонович, добрый день. Водоем Багуши есть такой? Прот. Арендуешь? Когда зарублял последний раз? В онлайн эфире. Обещать можно там Юре из Кополя, что в 15-м году обязательно будет зарубление? Нет. Не обещайте, сколько зарубляйте. Ну, хорошо. Не подведите. Все позже, удачи вам. Есть хорошие новости для Юрия? В 13-м было зарубление. Немножко Юрий, наверное, не владел. В 14-м не было зарубления. В 15-м поправим. Спасибо большое вам за эту инференцию. Я думаю, что остальные дополнительные вопросы могут задать, направляя письма, получается, на ваш адрес, в общество. И вы ответите на новые вопросы и поможете выбрать и собак, и научиться рыбалке и охоте. Да. Спасибо большое.